Повторение пройденного. Первоуральские волонтеры оттачивают жизненно важные навыки. В городе набирает обороты движения доброволец-спасатель. Как тренируются его участники, расскажем в сюжете. Здесь они и пострадавшие, и спасатели. Машинисты тепловоза, стропольщики, инженеры электроники, бригадиры и начальники служб. Это далеко не полный список специалистов, которые оказались в экстренных ситуациях. К счастью, не по-настоящему. Их моделируют для тренировки. Проводим ежегодные тренировочные занятия для добровольца-спасателей, для закрепления полученных на обучении навыков и знаний в области оказания первой помощи. Задача движения «Доброволец-спасатель» – это стремление к нулевому травматизму и, конечно же, развитие культуры безопасного производства у работников структурных подразделений. «Доброволец-спасатель» – общественное движение, которое развивается на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. Волонтеров 450, они уже имеют необходимую подготовку и сейчас повторяют пройденное, чтобы довести навыки до автоматизма. Обучение очень доступное. Объясняют все на примерах. Ну, не только вычитывают теорию, еще и происходит практика. Мы пробуем себя в роли спасателей. Это может пригодиться вообще где угодно. Сейчас я когда иду по улице и вижу, что человеку там что-то нехорошо или еще как-то, я уже смотрю на него другими глазами. От внимательных глаз инструкторов не ускользает ни одна деталь. Наставники добровольцев, преподающие на таких занятиях, профессиональные спасатели. И наши слушатели, надо отметить, что достаточно хорошо справляются с предложенными ситуациями. То есть моделирование тех возможных травм, которые могут произойти, уже практически на профессиональном уровне они подходят к оказанию первой помощи. Первую помощь здесь оказывают в различных смоделированных ситуациях. От удара электрическим током до падения с высоты. Затем разбор нюансов. К примеру, когда придавило ногу и прошло больше двух часов, вероятно, заражение крови и освобождать пострадавшего сразу нельзя. Для спасения необходимо обязательно в высшее место сдавления наложить кровоостанавливающий жгут. Жгут накладывается такой же, с такой же силой, с таким же растяжением, как при артериальном кровотечении. В ближайшие дни повторение пройденного коснется всех добровольцев-спасателей предприятия. Сами они надеются, что эти навыки не пригодятся, но говорят, что готовы к любой ситуации, которая требует оказания первой помощи. Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости. Первоурайск.